Информирование избирателей о выборах президента России проходит в Алтайском крае. Члены 37-й избирательной комиссии прошли почти 650 домов. Главная цель – сообщить о выборах и возможных формах голосования. Отдать свой голос могут все, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Одноралова не слышит. Самый комфортный способ общения для нее – русский жестовый язык. Для разговора с членом избирательной комиссии она пользуется телефоном диспетчерской службы. Сурдопереводчик связывается с избирателем по видеозвонку и помогает передать информацию. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь пойти на выборы? Такой звонок каждый избиратель сможет совершить в том числе и в дни голосования – 15, 16 и 17 марта, прямо с избирательного участка. Нужный номер – 8-966-455-63-71. Однако это не единственная помощь, которая оказывается людям с ограниченными возможностями здоровья. Если это избиратель, допустим, с ограничениями по зрению, то в участке есть специальные трафареты, которые совпадают с нашими избирательными бюллетенями. И при помощи другого избирателя люди с сниженным зрением могут поставить галочки при помощи трафарета в избирательном бюллетене. Добавим, на участке будут работать волонтеры, которые помогут избирателям при необходимости. Сделать свой выбор можно не только на избирательном участке, но и на дому или же дистанционно. Для этого до 11 марта нужно подать соответствующее заявление на портале госуслуг.